Кого бы вы думали, Украина обвинила в проигрыше на Олимпиаде? Ну, конечно, во всем виновата Россия, как всегда. Сегодня СМИ незалежные пестрят заголовками, мол, наша страна украла вообще золото у их спортсмена. Но это фантазии даже не журналистов, а министра спорта Украины Игоря Жданова. Об этом он написал целую тираду в своем фейсбуке, сразу после того, как наш Давид Чаквитадзе вырвал победу в частном поединке у украинца Жана Белинюка. Для нас Жан Белинюк настоящий чемпион. А то, что украдено в нечестной спортивной борьбе, не может считаться победой на Олимпийских играх. Победа в бою россиянина безоговорочная. У проигравшего спортсмена претензий к победителю нет. Наоборот, у Жана много вопросов к украинским властям, а точнее к тому самому министру спорта. Борец недоволен условиями, в которых вынуждены тренироваться спортсмены. Поэтому, кто у кого еще украл золото? Вопрос. Обвинение в краже золота прокомментировал официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он написал, цитата, «Теперь понятно, почему же у них нет ни одной золотой медали. Крадут». Ну так и два дня назад на Украине все СМИ кричали, что нашим саблисткам подсуживал арбитр. И только поэтому в поединке между Россией и Украиной победила наша спортсменка. Ну, все-то несчастных спортсменов из Незалежной обижают. В этой ситуации обидно становится за украинских атлетов, серебряным медалям которых никто на родине не радуется. До кого наши спортсмены вообще могут обидеть? Посмотрите, серебряная медалистка Игорь в Рио Юлия Ефимова. Вообще котиков спасает. Пока пловчиха тренировалась в России, кормила, спасала от голода бездомных животных. Двое из подобранных Юлий котов, Липси и Кекс, до сих пор живут в городе Волгодонске Ростовской области с мамой спортсменки. Вот этому пушистику довелось много попутешествовать. Всегда, когда Юля уезжала на тренировки, она брала этого кота с собой. Только в Америку не взяла, решила, что уж незачем мучить любимца прививками и оставила поэтому с мамой. Это кекс Юлин Кот, которого она конкретно взяла, а потом маме отдала. Россия упрочила свое положение в общекомандном медальном зачете на Олимпиаде в Бразилии. В 10-й день соревнований наши олимпийцы завоевали на играх 5 медалей в копилке команды. Добавилось 2 золота, серебро и 2 бронзы. Мы теперь на четвертом месте. Впереди лишь США, Великобритания и Китай. Сегодня на Олимпиаде разыграют 27 комплектов наград. Мы ждем медали в нашем коронном виде спорта, синхронном плавании. Дуэт Ищенко и Ромашина пока лидируют. Также рассчитываем и на награды в боксе. Россиянка Анастасия Белякова пробилась в полуфинал олимпийского турнира и обеспечила уже себе как минимум бронзу.